В создании сайтов еще одна есть очень важная тема, это адаптивность сайта, то есть как сайт выглядит на разных устройствах. Например, на компьютере выглядит он вот таким вот образом, у меня 13 дюймов и вот таким вот образом выглядит мой сайт. У вас, возможно, вообще какой-то гигантский, может у вас iMac, который там 27 дюймов, и у вас выглядит этот сайт просто ужасно, потому что реально он, наверное, растянут просто до нереальной степени. Ну или вы, например, может быть смотрите это на телефончике, ну или каким-то вообще волшебным образом даже создавали на телефончике, то у вас, конечно же, тогда сайт будет выглядеть примерно вот так. То есть это некрасиво, это абсолютно некрасиво, и здесь нужно с этим бороться. Бороться с этим можно очень просто, то есть вы, например, заходите в стиле, что мы сделаем, так, стайл, и делаете такую вещь. Например, вы видите, что вот, к примеру, левая колонка должна при таком разрешении съезжать вниз, в общем-то, да, остановиться на 100% ширины вашего экрана, который это будет, да, и это тоже должна быть на 100% вашего экрана занимать, это вот эта вот правая колонка. Ой, точнее наоборот, вот эта левая колонка, она должна 100% занимать, а вот эта правая тоже должна съезжать вниз, тоже 100% занимать. Значит мы так и сделаем сейчас, пишем специальную штуку, как media, в которой пишем minWidts, к примеру, 800 пикселей. То есть для разрешения, у которого разрешение для телефона или чего угодно, для экрана, у которого разрешение будет больше чем 800 пикселей, будет использован вот этот стиль. Для тех, у которых будет разрешение экрана меньше чем 799 пикселей или 799 пикселей, тогда будет использоваться другой немножко стиль, это вот такой вот, 100%, нет давайте, 90%, margin-right 5%, то есть оно будет на весь экран. То же самое с правой колонкой, мы сейчас найдем, вот она, да, то есть здесь она у нас всего лишь занимает 20%, а если это будет 799 пикселей, то она будет занимать 80, например, процентов, да, и margin-left будет 5%. Вот мы можем обновить и посмотреть, что у нас получилось. Вот, это наша, она занимает теперь 100%, ну, left call, может быть, big article не полностью 100% занимает, но тем не менее. Эти у нас еще тоже 100% left call занимает, да, ну, кстати, единственное, вот эти articles, класс articles не 100% занимает, да, а вот этот наш, он стал просто гигантским, он занимает теперь 80% экрана. Вот как мы видим. Вот такая вот тема, то есть, и так, в принципе, с любым стилем, то есть вы подбираете его, вы уменьшаете экран, вы увеличиваете экран, я просто не буду с этим сейчас играться, потому что в основе нужно просто показать вам, как это делается, правда? А, в принципе, вы уже можете с этим играться, то есть смотреть под какой экран, например, там 800, потом 600 поменять, там, да, для 600 одни, для 800 другие, да, стили, в общем-то. В принципе, вот, то есть, чтобы сайт ваш был хорошим, вы должны его сделать еще и адаптивным, когда вы будете создавать уже свои сайты, то их нужно еще делать адаптивным. В принципе, вы даже можете посчитать про медиа, вот этот вот стиль, ну, не стиль, а особенность CSS, медиа, и в ней, в принципе, вы найдете очень много преимуществ для себя, да, то есть с помощью нее вот вы можете так любой тег, любой класс, любой ID подстраивать под различные размеры экрана. В общем-то, ну, опять же, я не буду сейчас его адаптировать, в принципе, вы это сами можете сделать, но, как я считаю, то, в принципе, тут информации, я думаю, вам достаточно. Ну, если даже это не так, то вот, в принципе, адаптивность сайта, просто знайте, что в любом сайте, когда вы будете его сделать, очень важна адаптивность, потому что, когда я первый свой сайт делал, я об этом не знал, и потом, типа, такой зашел у друга на свой сайт показать, а он выглядел просто ужасно, потому что были разные разрешения. моего компьютера и его компьютера, и выглядел мой сайт, конечно, ужасно. Поэтому, чтобы у вас такого не случилось, всегда знайте, что сразу нужно адаптивность делать для сайта. Вот это можно сделать с помощью вот таких вот штук. Плюс о них еще можно и почитать, да. В общем-то, и все. Спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч, пока.